Оранжевые, розовые, зелёные. Цветные линзы в очках для зимних видов спорта делаются не ради красоты. Ваш выбор зависит от условий, в которых вы собираетесь кататься. Серые или зеркальные подходят для яркого солнца. Жёлтые и оранжевые для пасмурной погоды. Розовые и красные лучше использовать при слабом освещении, например, вечером. Не хотите покупать маски на все случаи жизни? Выбирайте модели со сменными линзами. Важный момент – все линзы, которые вы используете, не должны быть слишком тёмными. Смотрите, пожалуйста, это более затемнённые очки. Что лучше? Ну, затемнённые они подойдут не всем. Потому что профессионалы, да, они смогут увидеть то, что сбоку у них будет. И солнышко не будет, он также слепит глаза при быстрой скорости. Видно хуже, действительно. То есть, если я новичок, я беру более прозрачный вариант? Да. Примеряя очки, убедитесь, что линзы достаточно широкие, и вашему боковому зрению ничто не мешает. Правильная маска плотно прилегает к лицу, не оставляя зазоров. При этом ни давить, ни натирать она не должна. Слушайте, ну, давайте попробую. Мягенько ли? Как это затягивать? Можете помочь? Значит, тут мне мягко, ничего не жмёт. Такой высокий. Конечно. Я подойду для санного спорта или как? Конечно. Для первого номера, для двухместного экипажа идеально. Для первого номера, первого экипажа. Ещё один важный момент. Чтобы очки не запотевали, некоторые производители делают в них вот такие отверстия для вентиляции. И последнее. Все очки для зимних видов спорта изготавливают из пластика. Лучше всего, если это будет поликарбонат. Он имеет стопроцентную защиту от ультрафиолетовых лучей, а также обладает повышенной ударопрочностью.